Охотничьих Угодий В первых охотничьих Угодиях первое задание емкости, для этого вам нужно сбить емкости с жвачников В принципе самое адекватное это использовать отбойные стрелы Любой даже самый дерьмовый лук отбивает их просто на ура Поэтому просто спускаетесь, кидаете как можно больше стрел и на язычах проходите это задание Со вторым заданием бревна уже есть небольшие сложности Потому что жвачники не всегда бегут туда куда вам надо Ибо изначально они все стоят в одной точке Потом вы либо пугаете их с собой, либо стреляете из пращи И они уже побегут на выбор по трем дорогам Бегут они если честно вообще непредсказуемо Но вам в любом случае нужно просто, когда они побегут Пострелять по вот этим вот бревнам И они разумеется разрушатся и спокойненько там всех поубивают По факту задание простое, но сложность возникает, как я сказал, только в том, что непредсказуемые могут Следующее задание со взрывными нитями в принципе то же самое, что и с бревнами Только тут вы сами расставляете эти нити Пугаете их, чтобы они побежали в эту тропинку И всех там убиваете Ну, как убиваете, они сами сдохнут от ваших ловушек Но, опять же, сложность только заключается в том, что Они могут туда не побежать И поэтому придется их, ну, скажем так, пугать Постоянно носиться И можете просто не успеть со временем А время здесь, между прочим, самое главное Потому что за быстрое выполнение мы получаем метки С каждого задания мы получаем три метки разного уровня То есть золотые, серебряные и бронзовые И, разумеется, со всех охотничьих угодий нужно это собрать Переходим дальше Во вторых охотничьих угодиях нас заставят использовать стихийное оружие В первом задании, связанном с огнем, мы просто берем угленные стрелы И стреляем по спинам жвачников Для этого вам пригодится такой перк, который будет ускорять перезарядку во время прицеливания Хоть во время выдачи квеста нам NPC говорит, что нам нужно отстрелить емкости По факту нам нужно не отстрелить емкости, а нанести этим взрывам урон А вот эта вот компашка для этого подходит как-никуда к стати Ибо от парочки взрывов здесь, ну, заденет в любом случае всех Следующее задание связано со льдом и тоже будем делать на бегунах Для того, чтобы было, скажем так, честно, я не буду использовать ледомет Я буду использовать пращу льда, которая у вас на тот момент как раз-таки и должна будет быть Просто элементарно замораживаете противника и стреляете стрелами Использовать я тоже буду, кстати, обычные стрелы здесь, не буду использовать сверхмощные Просто заряжаете стрелы, влепляете и они умирают Потому что у льда есть такая особенность, что по замороженным целям наносится гораздо больше урона Опять же, я проходил на очень высокой сложности Но у вас, если будете проходить на более легкой, урона будет еще больше И поэтому противники будут умирать еще быстрее С третьим заданием тоже ничего сложного Просто берете ледемет с молниями Ждете, пока этот бордюк начнет подходить Потому что если заметить, у него есть траектория движения И просто спускаетесь, он прямо мимо вас пройдет Подрываете его и прямо под сраку ему кидаете разрывные стрелы Можно, конечно, одну, но для Верочки можно и третью свою Переходим в следующую локацию Первое задание у нас будет связано с беготней Здесь сражаться вообще ни с кем не нужно будет Ваша задача состоит в том, чтобы просто спуститься Побежать и подобрать лут Все Разумеется, вам все будут мешать Народу тут будет целая гора Поэтому просто бегите, кувыркайтесь Опять бегите, кувыркайтесь, забирайтесь Но имейте ввиду, вот эти вот коршуны могут забрать побитых роботов И поэтому держите всегда на готове лук какой-нибудь Чтобы можно было им засадить И они как раз таки бросят этот лук на землю Второе задание предельно простое Потому что мы будем оглушать бизонов Они и так не особо поворотливые А при связывании, ну это вообще просто на идее Спускаетесь вниз, связываете бизона И стреляете ему под кузо сразу тремя разрывными стрелами Обычно они уничтожаются просто от трех стрел Даже не важно, я по-моему на любом уровне когда это проходил У меня еще тогда не было нормального лука И все равно они от трех выстрелов взрываются Тоже потом делайте со вторым бизоном И спокойно убегайте Третье задание у нас тоже на связывание Тоже нужно использовать канатомет Но тут все не так просто Потому что стрелять канатометом нужно по коршуном А так как в этой игре как-то странно работает стрельба Не всегда попадает Вроде кажется ты стреляешь противника А стрелять проходит как-то вообще То ли мимо крыльев, то ли... Ну в общем непонятно Но тут в принципе тоже все равно ничего сложного Стреляете канатометом в коршуном Он падает И дальше вам нужно использовать крит-атаку То есть обязательно прокачайте криты На самом деле на одного упавшего коршуна Можно использовать крит-атаку аж два раза Что ж, переходим в четвертую локацию И здесь как бы локация позиционирует себя как скрытая Потому что якобы надо бы все делать скрытно Но на самом деле скрытное здесь только первое задание Вам нужно получается уничтожить рыскарей На самом деле элементарное задание Просто подкрадывайтесь каждому рыскарю Единственное, могут возникнуть сложности После вот этого вот второго рыскаря Дальше я шел, получается Справа есть еще два штуки Но третий ходит между скрабами Поэтому если в момент, когда вы собрались бежать к третьему Он уже начинает уходить к скрабам То просто займитесь четвертым А потом обратно возвращайтесь к третьему И спокойно его убивайте Следующее задание на скрыт Называется ящики Опять же якобы надо тихоря украсть у ребят лут Но на самом деле просто подбегаете Забираете лут Забираете второй Если у кого-то ящик на спине Просто сбиваете взрывной стрелой у него ящик Забираете лут И уходите Все Следующим заданием тоже все элементарно Хоть оно как бы написано типа скрытно На самом деле просто уничтожаем одного ловщего На шум разумеется прибегает второй И уничтожаем второго Ничего в этом сложного нету Я даже на самом деле не использовал Какие-то сверхметоды типа Ледомета Которые кстати очень дефективная штука Я им часто пользовался во время прохождения Когда уже открыл его Но для наглядности я здесь использовал просто Обычный высокоточный стиль Как видите уничтожается просто элементарно На более какой-нибудь легкой сложности Это будет вообще просто Вот с пятой зоны есть небольшие сложности Не сказать что прям глобальные Но все-таки Первое задание достаточно простое Вам нужно просто отстрелить пушку у лиходея Подобрать ее Можно убить даже его самого Квест засчитается И убить какого-нибудь мимо проходящего рыскаря Вот и все в принципе Квест выполнен Следующий уже посложнее Потому что там нужно захватить двух лиходеев А это соответственно нужно сделать на время И потом с этими лиходеями Вместе уничтожить их громадева Как вы понимаете Минус заключается в том Что для того чтобы Соответственно взять этих лиходеев На свою сторону Вы должны пройти котел Для этого вам понадобится Зачистить котел ро Который вы можете просто банально пропустить Но в остальном же битва не является чем-то сложным Это обычный громадев Которого вы спокойно отбиваете пушки И его же этими пушками расстреливаете Ну вот а последнее задание Может действительно вызвать Большее количество проблем Потому что для его выполнения Вам нужно отстрелить пушки у громадева И этими пушками убить лиходеев И вот тут как раз таки не все так просто Потому что сами понимаете Это будет бегать лиходей Это будет бегать громадев И это будут еще бегать маленькие пидорасы Которые будут вам мешать во всем Разумеется тактика такая Сразу когда приземляетесь Трясануть одному лиходею посильнее И побежать уже отстреливать пушки у громадева Советую еще использовать такую штуку Как канатомет Потому что вы просто связываете громадева канатометом И он некоторое время банально не сможет к вам подойти А вы тем временем будете спокойно перестреливаться с лиходеем Не сказать бы чтобы это будет просто Потому что пушка громадева достаточно тяжелая С ней особо не покувыркаешься Не походишь Не повыворачиваешься А эти сволочи прыгают Плюс еще мелкие тоже постоянно бегают туда-сюда Ну и громадев на самом деле тоже немаленький И может и хвостом повернуться врезать И пострелять вас может В общем Геморройное задание скажем так Но Это скажем так последнее задание И я бы назвал его одним из самых сложнейших И всего того что было до этого Ну и за выполнение всех этих квестов Вы получите три оружия Это боевой лук дома охотников Взрывная праща дома охотников И канатомет дома охотников Разумеется все эти оружия по своим характеристикам Лучшие в своем классе Но это наверное если не считать DLC Потому что еще всех оружий из DLC у меня нету Но по крайней мере боевой лук банук Он точно лучше Причем значительно я бы сказал Если же вы не ходили еще в DLC То на данный момент Это будет наверное самое мощное Ваше оружие в данном классе Разумеется Но на самом деле горчает то Что по большему счету Вы дали такие стволы Которыми я по прохождению Особо даже и не пользовался Единственное оружие Которое мне было полезно Это канатомет До взрывной пращи у меня Руки просто банально не дошли Потому что это неудобное оружие В использовании Боевой лук дома охотников Я тоже использовать не стал Потому что все вот эти вот Морозные стрелы Электрические стрелы И ядовитая стрела Я бы сказал ничего в себе хорошего не несут Просто потому что У этого лука В принципе у всех боевых луков Очень низкое удобство И они очень долго заряжаются И все эти стрелы стреляют Крайне хреново Поэтому либо просто нужно улучшать Удобство на этих стволах Либо отправляться вообще В максимальный урон Но при этом Стрелять очень медленно Ну а на этом друзья Все Я надеюсь вам понравилось Это видео Да Но вышло уже спустя Много лет Как игра вышла И это наверняка Все знают консольщики Но по крайней мере Я надеюсь В будущем Это видео поможет Некоторым людям Которые могут Играть еще в игру Потом Потому что Я уверен Сейчас в данную игру Поиграли не все Ибо оптимизация в игре Хромает И Поиграть в нее Смогут люди Разве что Не скоро Ну А на этом уже Закончим Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Колокольчики Чтобы не пропускать Новые видео А также стримы Играйте ребят Только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok